Деревья рубят, ветки летят похоже. Звук работающей пилы стал музыкальным сопровождением этой весны и начало лета. Полным ходом идет вырубка деревьев во всех районах города, а вслед за ней липовое озеленение Саратова. Липы на Рахово, липы на Волжской, теперь вот на Астраханской. В общем-то, неплохое дерево, по мнению профессора Саратовского аграрного университета Ольги Сокольской. Однако высаживать его на оживленных и загазованных улицах значит обрекать дерево на болезни и тяжелую адаптацию. В таких условиях экстремальных ей очень тяжело. Липа лучше высаживать в парковых зонах, скверах, она будет нормально расти. Но вот на такой проезжей практически части нет. Высота, в принципе, нормальная, то, что это крупномер, это все замечательно. Но деревья должны быть сформированы кроной, обязательно. Сейчас это просто метелка где-то наверху и кое-где ветки. Притом часть из этих веток уже отмирает. Поэтому стричь как бы это дерево не очень хорошо в данный момент. Но то есть она уже должна быть сформирована. И такие деревья продаются, конечно. Притом высаживали их достаточно в жаркое время. Обычно посадочный материал высаживают все-таки до мая. Добрались липы и до Волжской. Но прежде усилиями городских коммунальных служб здесь пошли под снос вполне молодые и здоровые каштаны. О деревьях, дающих тень, заботились местные предприниматели. Но под пилу попали и здоровые экземпляры. Теперь вместо них торчат саженцы лип почти без боковых ветвей, от которых тени можно ждать лет 10. Если они, конечно, выживут, поскольку системы автополива на Волжской нет и не будет. Подрядчики уложили такой слой бетона, что обустроить автополив стало невозможно по техническим причинам. Вообще, случаи, когда бизнес берет на себя функции по сохранению зеленых насаждений и благоустройству территории в Саратове, не единичны. Вот еще один пример. Угол Лермонтова и Московской. Это дерево сохранили при строительстве двух новых зданий. На старых фото этот перекресток выглядит так. Дерево торчит буквально из крыльца. А сейчас и растение цело, и защищено, и тротуар для пешеходов стал шире. Правда, от рощерка чиновничьего пера никакая защита не спасет. Есть и противоположные примеры, когда на месте зеленого уголка вырастает, к примеру, базар. Как это произошло на улице Одесской. Занимаемой территории торговцам, видимо, оказалось мало. И сейчас палатки уже отъели значительную часть тротуара. И все это творится в паре кварталов от администрации Ленинского района. То ли с одобрения чиновников, то ли от их неведения. Ну, не уследили. Все силы брошены на озеленение. 500 лип, каждый из которых стоит более 12 тысяч рублей. Необходимо освоить, то есть посадить. А неподходящие условия или плохой уход – дело второе. Очень много неудовлетворительных для деревьев, будем говорить, условий. Это и покрытие асфальтом, это малая питательная среда у них под деревьями. Иногда бывает, что это всего-навсего квадрат, метр на метр. Хотя положено хотя бы два на два. Ну и многие деревья, которые ценных пород, высаживались не в тех местах, где это бы следовало. Поэтому сроки их жизни резко сокращаются. Это мы видим и на примере Каштанов на проспекте Кирова. Влияет, конечно, и то, что уход тоже недостаточный. А это архивные кадры уже всем известной улицы Рахова, на которой приверженцы радикального ландшафтного дизайна высаживают все те же липы и рассказывают о том, что совсем скоро здесь будет город-сад. У нас были здесь представители нашей комиссии по сохранению зеленых насаждений. По их рекомендациям, по всем условиям, эти все моменты соблюдены для посадки. То есть эти деревья, они у нас в горшках, специально для посадки в любой период. Прошло больше года, мы на том же месте. Как минимум половина деревьев погибло. Тени летом на этом участке урбанизированного сквера, судя по всему, еще долго не предвидится. Здесь раньше так красиво было. Было много зелени, кустарников. А сейчас как-то все голо и пусто. Не те деревья убрали, которые надо было. А новые они долго расти будут. А вот как выглядят деревья после варварской опиловки на углу Чернышевского и Шелковичной. Знатно попилили. Не правда ли? Середина июня, но ни одной живой веточки на них нет и уже не будет. Как признаются сами рабочие, массовый процесс сноса деревьев в Саратове объясняется тем, что оплата за них идет по кубометрам спиленных веток. Фактически городские деревья приравняли к дровам. Так, каждое спиленное дерево в зависимости от диаметра ствола оценивается согласно тарифам на платные услуги службы благоустройства города от 560 до почти 3000 рублей. Ждать тени на улице Комсомольской этим летом тоже не приходится. Это останки деревьев после очередного лесоповала. Вообще листья нужны деревьям для того, чтобы это процесс фотосинтеза и питания всего дерева. Если убрать все листья практически, то дерево погибнет. Оно сейчас будет бешено биться за свою жизнь. Оно дает жировые побеги, так называемые. То есть может дать какие-то побеги. И на следующий год оно засыхает. Это вот стандартная ситуация с тем, что происходит после кронирования. Такое впечатление считает директор ландшафтной компании Ольга Колесниченко, что зеленым насаждением в Саратове объявлена война. Да, озеленение города необходимо. Но прежде чем рубить с плеча, нужна инвентаризация всех насаждений и профессиональный городской дендроплан, чтобы понимать, где рубить, а где сажать. Город требует тех растений, которые могли бы прижиться в городских условиях. Это такие растения, как ясень, тополь, вяз, клен. Это стандартные растения для городского озеленения. Липа в том числе. К сожалению, не используются крупные кустарники. Они кустарники-деревья, такие как черная бузина, ирга, боярышник. Они могут использоваться там, где какие-то сплетения проводов или какие-то трубы. И где нужны растения ограниченного роста. Напомним, правила благоустройства Саратова, принятые в конце прошлого года, включают и обращения с зелеными насаждениями. Над документом работала группа экспертов, юристов и общественников, предложившая цивилизованный подход к озеленению города. Но правила приняли в урезанном виде. Пилить деревья там, где хочется чиновникам, они не мешают. С учетом грядущей реконструкции проспекта Кирова, растущие там деревья имеют все шансы разделить печальную участь своих собратьев с соседних улиц. И еще до осени проспект может стать лысым. Что касается озеленения, то, во-первых, 31 дерево только меняют. Весь облик проспекта меняется. То, соответственно, нужно менять и озеленение. Но, опять же, крупномерные посадки с формированными кронами сразу, чтобы это было смотрелось как архитектурный образ. Заметим, что правила по озеленению предусматривают создание специальной комиссии, без разрешения которой в городе вообще не должны ничего пилить. Кто согласовывал нынешние абсурдные опиловки, остается непонятным. Что делать с горожаном? По мнению специалистов, столкнувшись с фактами грубой опиловки, следует подавать сразу два заявления. В администрацию города и областную прокуратуру. Тогда работники надзорного ведомства проконтролируют, чтобы чиновники вовремя реагировали на обращения граждан, соблюдая при этом законодательство.